Солнечногорск На плечи выпускников 2020 года выпало немало испытаний. Несколько месяцев в режиме дистанционного обучения, отмена последних звонков и подготовка к ЕГЭ в онлайн-режиме. Это тяжело, потому что в основном времени ты проводишь сам, один сам собой. То есть очень тяжело это. В любом случае, когда ты находишься рядом с учителем, тебя на что-то там указывают и все прочее. В общем, так тяжело. Тем не менее, Дарья надеется на хороший результат по русскому языку. Для нее это один из основных предметов для поступления в институт МВД. Девушка мечтает стать дознавателем. Ну а пока нужно собраться и отбросить волнение. Сделать это, конечно, непросто. Особенно в нынешней ситуации. Проведение ЕГЭ в этом году в режиме строгих требований санитарной безопасности. На входе в обязательном порядке и в функции проведения экзамена соблюдается социальная, так называемая, дистанция полтора метра. Кроме того, вы видели также, что все дети, сдающие выпускники, все сдающие экзамен в обязательном порядке, так же, как и все члены комиссии, все присутствующие на функции сдачи экзамена, в обязательном порядке находятся в масках и одноразовых перчатках. И сегодня сдают выпускники всего лишь девяти школ. Это связано с тем, что, опять же, в связи с требованием соблюдения санитарных норм, обязательный экзамен разделен на, вернее, школы разделены на две части. То есть русский язык сегодня мы пишем 3 часа 30 минут, и такая же процедура будет происходить завтра. То есть обязательный экзамен сегодня сдаются не всеми школами, а они разделены для того, чтобы не было скучности дополнительно детей. Ну и в аудиториях также применяется социальная рассадка. То есть дети находятся на расстоянии полтора метра друг от друга. Они добавляют, скорее, неудобств, потому что не очень комфортно в маске, в перчатках и все эти дистанции. Но я не думаю, что это как-то прибавляет волнение, просто некомфортно находиться в этом, жарко. Настроение, да, есть боевое такое, но все же страшно чуть-чуть. Я очень сильно переживаю и нежничаю, потому что я хочу хорошо сдать, и я надеюсь, что мне получится хорошо сдать. Просто у меня очень сильное волнение сейчас. ЕГЭ по русскому языку – это 27 заданий с разными типами сложности. В этом году из обязательных предметов выпускники сдают только его. Математика, которая в прошлые годы тоже являлась обязательной, в 2020-м в порядке исключения вошла в список предметов на выбор. В остальном – все как обычно. Печать непосредственно кимов, то есть контрольно-измерительных материалов происходит сразу в аудитории, при детях. Члены государственной экзаменационной комиссии с помощью токенов подтверждают начало печати. Также проводятся инструктажи. Сопровождающие находятся внизу. Вы видели, что подготовлено специальное помещение для сопровождающих. И контейнеры, в которые дети могут сдать какие-то дополнительные свои личные вещи. В том числе, безусловно, и мобильные телефоны. Вход в ПП осуществляется только при наличии паспорта, черно-гелевой ручки и в виде левады. Результаты сегодняшней сдачи ЕГЭ выпускники узнают не позднее 20 июля. Ну а следующий экзамен пройдет 10 числа. В этот день будут сдавать математику. Напомним, в этом году этот предмет сдают только те, кому он необходим для поступления в ВУЗ. Юлия Унрау, Олег Макаров, Эльмира Иванова. Наше время.